В этом году на ремонт общеобразовательных учреждений столицы республики из городского бюджета было выделено 72 миллиона рублей. В пяти чебоксарских школах средства были направлены на ремонт спортивных залов. Как средствами распорядились во второй общеобразовательной школе столицы, увидел наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Вторая общеобразовательная школа столицы республики участник пилотной федеральной программы «Самбо в школу». В двух классах расписание занятий, помимо общеобразовательных предметов, включают уроки самообороны без оружия. Предыдущие два года занятия проходили в спортивном комплексе по соседству, а накануне нового учебного года у волжских медведей появился свой зал в своей школе. Именно в стенах родной школы ребята должны получать образование и должны заниматься спортом. Ну вот такое единство обучения и воспитания должно быть. И возникла идея создать такой спортзал, тем более помещение у нас было. Мы обратились за помощью к нашему помощнику, к нашему депутату Николаеву Николаю Станиславовичу, депутату госсовета. Он нашу идею поддержал, он нам очень помог, даже на этапе создания проекта. Потом были выделены деньги из республиканского бюджета, из муниципального бюджета. Полностью вся сумма, которую мы просили, потому что вложения были немалые. Строители завершили все работы еще 1 августа. Зал оснащен мощной системой вентиляции, дополнен рециркулятором. Две входные группы оборудованы раздевалками и санитарно-гигиеническими помещениями. Все это позволяет минимизировать контакты занимающихся. Но даже при таких условиях антивирусной защиты члены юношеской сборной Чувашии по самбо, большинство из которых составляют мальчишки и девчонки, обучающиеся в 6 и 7 спецклассах 2 школы, к занятиям приступили только после разрешения соответствующих служб. Все задания тренеры составляют с учетом против вирусной безопасности своих подопечных. Впрочем, это ничуть не мешает юным самбистам получать удовольствие от возможности занятия любимым видом спорта. Ребята с удовольствием занимаются и тренируются в этом зале. Они воодушевлены новыми победами. Спортивный зал хоть и специализированный, однако администрация школы предусмотрела проведение на этой базе уроков физкультуры и для остальных учащихся. А 1 сентября звонок во второй школе будет дан для 1300 мальчишек и девчонок. Чувство зависти есть, потому что моим коллегам по самбо очень повезло, так как они могут прийти, отзаниматься и сразу подняться в школу, на уроки, там отучиться и прийти обратно потренироваться. А мне приходится ездить из 5-й гимназии, школа отличная, но все же моим коллегам повезло больше. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия.